В Екатеринбурге состоялся юбилейный 10-й форум межрегионального сотрудничества. В Екатеринбурге состоялся юбилейный 10-й форум межрегионального сотрудничества. В Екатеринбурге состоялся юбилейный 10-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках двусторонней беседы в Екатеринбурге президенты двух соседних стран Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин обсудили перспективы наращивания торгово-экономических связей и сотрудничества в космической отрасли. Также здесь был подписан политический договор о добрососедстве и союзничестве. Мирамгуль Салакимбаева с подробностями. Основной темой пленарного заседания являлась промышленная кооперация поочередно в России и Казахстане. Нужно отметить состоявшаяся встреча Путина и Назарбаева уже пятая по счету в текущем году. В ходе встречи главы двух соседних стран обсудили актуальные вопросы взаимодействия в космической сфере. Напомним, Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс Байконур. В 2004 году срок его аренды был продлен до 2050 года. Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил, что важное значение, как для Казахстана и для России, имеет расширение спектра производства собственной конкурентноспособной продукции. Так Казахстан и Россия органично дополняют друг друга в горно-металлургической отрасли. Среди успешных примеров межгосударственных коопераций бизнеса можно назвать взаимодействие в таких отраслях, как машиностроение, горно-металлургический комплекс, урановое, химическое промышленность. К слову, хорошими темпами растет инвестиционное сотрудничество, уверяет президент Российской Федерации. Только за первые полугодия 2013 года в Казахстан поступило порядка 1 миллиарда долларов российских инвестиций. Глава Российской Федерации Владимир Путин отметил, на сегодняшний день 76 из 83 субъектов России имеют экономические связи со всеми 14 казахстанскими регионами. Более того, действуют более 5000 совместных предприятий. Так, в прошлом году объем взаимной торговли по сравнению с 2011 годом увеличился на 8,5%, что составило почти 23 миллиарда долларов. Подписано более 200 межрегиональных соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Казахстан стал одним из ведущих торговых партнеров для многих российских регионов. Среди них Татарстан, Свердловская, Челябинская, Оренбургская области. Товарооборот каждого из этих субъектов с казахстанскими партнерами превышает миллиард долларов. Главы стран уделили особое внимание интеграционным процессам в рамках таможенного союза и единого экономического пространства Казахстана, России и Белоруссии. Кроме того, в рамках 10-го форума межрегионального сотрудничества было подписано более 200 соглашений между областями двух стран. В том числе соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве заключили Аким Карагандинской области Баоржан Абдишев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Свердловской области Губернатора Евгений Владимирович Куйвашев. Больше 40 собственников квартир в городе Саранье объединились против председателя собственного КСК. Тот обвиняет жителей в клевете. Сегодня в областном суде рассмотрели дело двухгодичной давности. О том, какое вынесли решение, знает Николай Кровец. Этот дом в Саране попал в программу модернизации ЖКХ в 2011 году и стал пилотным проектом в городе. Жители дома по улице Джамбула 67А были не против, чтобы их жилищное хозяйство перевели в порядок. Особенно подвал, который постоянно в фекалиях затопленный был. И люди согласились, поверили в то время бывшему Акиму Иванову Виктору Николаевичу. Начался ремонт, и он начался сразу с первой недели, ну как бы с нарушениями юридических, технических норм. Александр Ширянкин – один из тех, кто увидел, что ремонт в пятиэтажке проходит не так, как надо. Жителям дома были выбраны пять человек, которым доверили контролировать работы и подписывать акты приемки жилья. Ремонт здесь уже длится на протяжении двух лет. То есть, получается, происходил каким образом ремонт? ТО «Оливия», то есть это фирма-подрядчик, они в сапогах зашли туда, в воде поменяли трубы, а то, что подвал затопленный, они сейчас ссылаются на то, что это городская проблема, что дом, ну там, опущен ниже какого-то уровня, коллектор и так далее. Получается, что, как бы, Акимат, зная об этой проблеме, не решив эту проблему глобальную, городскую, как они говорят, они нас втянули. Председатель КСК подал в суд на троих жителей дома за невыплату денег за проделанные работы. В защиту соседей вышли ещё 42 жителя этого дома и подали в стричный иск. В суд первой инстанции саранцы проиграли, но параллельно с этим обиженная женщина из КСК подала жалобу по статье клевета, мол, обвинили жильцы, её несправедливо. Я вот этой жалобой, которую поступили со стороны защиты, со стороны самих посудов, я подробно изучил, то, что там вы зафиксировали и так далее, я всё проверил, в соответствии от полосу 100% согласия. Так, со стороны суд первой инстанции действительно при рассмотрении это замечание на вход в судебное заседание, все опущены нарушения, ошибки, подпишены. Мы, поэтому я сейчас это дело снимаю в соответствии от рассмотрения, поправляю полностью, приобщивая это ваше саранатайство и объединение суда, раз и будем, чтобы в суд первой инстанции устраивали все эти свои, которые были опущены нарушения, чтобы заново рассматривали посудство от тайской машины, это замечание и так далее. Адвокат посрадавшего доволен решением суда, который вынесли сегодня в областном суде. Что касается сегодняшнего решения, суд сделал по закону, а что касается суда первой инстанции, то, что вынес Саранский городской суд, он считает, является незаконным и подлежит отмене. Что мы будем добиваться в апелляции и в последующем, если касаться надзорной инстанции. Николай Кровецкий, Рад Рашидов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Еще три уголовных дела по взяточничеству возбудила финполиция на сотрудника ГАСКО. Чиновник вместе со своим руководителем брал деньги с бизнесменов. Главного специалиста областного департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Ерсына Такмурзина сотрудники финансовой полиции задержали не так давно при получении взятки. Тогда на него завели уголовное дело. Позже выяснилось, что госслужащий причастен еще к трем преступлениям. В разное время он брал взятки от предпринимателей в 2500, 1000 долларов и 100 тысяч тенге. Деньги предназначались за ускоренное направление документов и выдачу лицензий. Замешанных в коррупционных преступлениях оказалась и исполняющая обязанности руководителя отдела лицензирования Булатбекова. Таким образом, общая сумма взяток составила более 7 тысяч долларов США. На сегодняшний день в отношении Такмурзина возбуждено 4 уголовных дела по фактам получения взятки. В санкции суда он арестован. В отношении Булатбековой также возбуждено уголовное дело по факту получения взятки по статье 311 ч. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. И последнее находится под домашним арестом. Привемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату, что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы стартап в турбизнесе. Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. Шахтинский на предприятии компании Арселор Металтимирта у горнорабочего придавило части отслоившейся горной массы. ЧП произошло в минувший понедельник на шахте Тентекская. При проведении монтажных работ произошло падение породы. Травмы получил 48-летний монтажник. Пострадавший был госпитализирован. О других подробностях этого происшествия пока не сообщается. Карагандинский хореографический ансамбль «Волшебная страна» завоевал гран-при на республиканском конкурсе «Куншуак». На днях коллектив вернулся из Алматы. Встретился с молодыми дарованиями наш корреспондент Марк Брюшко. Завоевать два гран-при и одно второе место на республиканском фестивале-конкурсе «Куншуак» ансамблю «Волшебная страна» не составило особого труда. Стоит отметить, что воспитанники Дворца детей и юношества привезли в Караганду уже 30-е по счету гран-при. Юбилейные, отшучиваются всхользь, участники коллектива. Конкурс проводился по четырем номинациям. Инструментальная музыка, хореографические, вокальные и театральные конкурсы. Высококвалифицированные жюри, в числе которого были известные на весь Казахстан искусствоведы и режиссеры-хореографы, высоко оценило мастерство гостей из шахтерской столицы. «Было очень интересно, были не только конкурсы, мы сами развлекались, были интересные экскурсии, зоопарк, парк, парк, парк и мне это все. У нас были свои мероприятия, такие как ГВН, просто, ну молодец». «У нас там было много экскурсий интересных, и больше всего мне понравилось там зоопарк. Потому что там есть звезды, которые у нас нет». «Карагандинцы, ну мы считаем, что наши самые главные соперники, это наши же соотечественники, так сказать, наши земляки, горожане, карагандинцы, самые серьезные соперники, но мы их обошли все». Сами участники мероприятия признаются, что помимо конкурса им заполнилась запланированная культурная программа. Экскурсия в Алматинский зоопарк и парк культуры и отдыха оставили в сердцах участников ансамбля неизгладимые впечатления. Также сопровождающие детей устраивали им и другие развлекательные мероприятия, к примеру, выступления самодеятельного клуба «Веселых и находчивых». По словам балетмейстера образцово-хореографического ансамбля «Волшебная страна» Ларисы Дедуренко, наряду с замечательным выступлением на конкурсе, ребята очень плодотворно провели осенние каникулы, изучив культурные и архитектурные особенности Южной столицы. Младшая группа впервые выехала на конкурс и сразу получила гран-при. Марк Брюшко-Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Согласно изменениям, внесенных в закон Республики Казахстан, с 1 января 2013 года государственная регистрация недвижимости выполняется в электронном виде. Сегодня в департаменте юстиции за круглым столом собрались представители нотариальной палаты, обсуждались проблемы электронной регистрации недвижимого имущества. За 9 месяцев текущего года карагандинцами было подано более 45 тысяч заявок на регистрацию недвижимости. И только 351 была выполнена в электронном виде. Учитывая, что регистрация недвижимого имущества является обязательной процедурой, признание и подтверждение государством возникновения, изменения или прекращения прав, не надо доказывать важность этого процесса как для гражданина, так и для самого государства. Бумажный носитель сегодня становится анахронизмом. Как убыстрить процесс перехода на электронный носитель и обсуждали за круглым столом в управлении юстиции. В результате данная мера позволит исключить необходимость обращения граждан в ЦОН, уменьшить бумажный документооборот, минимизирует риски совершения мошеннических действий со стороны третьих лиц, усилить механизм защиты прав собственника при проведении... На сегодня нужна тесная связь с ЦОНом, обучение нотариусов новой технологии. Кстати, до сих пор только 30 нотариальных контор занимаются электронной регистрацией недвижимости. Это гораздо меньше половины нотариусов, которые с 2014 года должны полностью перейти на электронную регистрацию. Этого требует правительство и закон. Пока же наш регион по переходу на новый носитель находится на седьмом месте в Казахстане. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В преддверии Всемирного дня борьбы с хроническими болезнями легких, который ежегодно отмечается в третью среду ноября, карагандинские врачи первой поликлиники рассказали о заболеваниях бронхиально-легочной системы. К ним относятся хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. По словам врачей, количество заболеваний бронхиальной астмы ежегодно увеличивается. Особенно отмечаются случаи, когда ей страдают дети с 6 лет. Кроме того, медики проводят мероприятия и акции как для пациентов, так и для хронически больных. На диспансерном учете поликлиники с заболеванием бронхиальной астмы состоят около 220 человек. 80 из них – инвалиды первой и второй группы. 325 пациентов имеют хронические заболевания легких. Врачи нашей поликлиники понимают всю значимость этих заболеваний и уделяют большое внимание в правильной диагностике и своевременной, а также в выбранном плану правильного лечения и профилактики. По государственному обеспечению наша поликлиника выдает бесплатные лекарства, как для хоба и бронхиальной астмы. А теперь к новостям спорта. В центре бокса состоялось открытие республиканского турнира по боксу, посвященному чемпиону 30-х летних Олимпийских игр, заслуженному мастеру спорта Серику Сапиеву. В турнире приняли участие спортсмены из городов и областей Казахстана и Киргизии. В 2013 году данный турнир был включен в республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий и изменил статус соревнования с областного на республиканский. Турнирные бои прошли в 14 весовых категориях. В целом, турнир с каждым годом набирает силу свою, качество. Сюда приходят уже подготовленные боксеры. Данный турнир также является промежуточным турниром для участия в зональном чемпионате Казахстана, который пройдет в декабре месяце. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok